Всем привет! С вами снова Александр. И я хочу сегодня вам рассказать о интересной новинке, которая появилась в ассортименте магазина Первая Коляска. Это люлька для коляски Валка Бэйби Quad X. Это очень полезная позиция для этой коляски. Теперь вы можете сделать Quad X комплектации 2 в 1. Сегодня я вам расскажу об этой люльке, покажу как она ставится. И в конце небольшое мое короткое мнение. Так что вы садитесь поудобнее и поехали! Собственно, давайте приступим с вами к изучению люльки. Я уже поставил сюда саму коляску Quad X. Вот вам ее видно хорошо. Обзор на саму коляску Quad X уже есть на канале, поэтому ссылочку добавлю в описании. Пройдите, посмотрите. Сегодня я вам расскажу о том, как ее сделать 2 в 1. Нам для этого понадобится с вами люлька. Люлька у нас полноразмерная, крупная, очень качественно исполнена. Сейчас тоже это вам буду показывать. Вот, собственно, она. И что нам нужно для того, чтобы поставить ее на Quad X? Вообще, в принципе, ничего сложного в этом нет. Вам нужно докупить 2 адаптера. Вот адаптеры как выглядят. Они реально дешевые. В комплекте с люлькой они не идут. Докупаются отдельно. Вот 2 пластмассочки такие. После чего берем сам Quad X, снимаем оттуда бампер. И место, куда устанавливается бампер, нам нужно одеть 2 адаптера. Ткань вот эта все снимать не нужно, потому что само основание служит у нас для более жесткого крепления самой люльки. Единственное, что бы я посоветовал вам, снять отсюда козырек. Вот наш козырек. Ничего сложного в этом нет, чтобы его снять. Убираем. Соответственно, получаем мы основание с сидушкой и без козырька. После чего достаем люльку с коробки. В комплектации с люлькой идет вот это металлическое основание, распорка своего рода. Она же и адаптер для того, чтобы вы установили на адаптеры, которые покупаете отдельно. Устанавливается она только против хода. Прямо вот так вот сверху. Вот как это будет выглядеть. После чего нужно будет немножечко подтянуть спиночку, чтобы она у вас не болталась и держалась хорошо. Все. Теперь она у нас установлена правильно. Можем эксплуатировать. Вот так это все будет выглядеть со стороны. Вот. Смотрите, что касается самой люльки. Давайте с вами теперь саму люльку изучим. Люлька мне понравилась тем, что она не какой-то компромисс. Она полноразмерная, большая, технические характеристики. Я добавлю в описании на ссылку магазина Первая коляска. Там точно в сантиметрах все-все расписано. Но она действительно хорошего размера, крупная, глубокая. Из таких интересных фишек... Кстати, немножко вставочка по тканям. Это тоже серия тренд, как и самого Кладыкса. Ткань действительно классная. В обзоре Кладыкса я тоже об этом говорил. В общем, ткань здесь отличная. Так, вернемся к люльке. Летом у нас есть вот такая возможность отстегнуть часть козырька, подвернуть, закрепить. И, соответственно, у нас будет своего рода вентиляция для ребенка. Летнее время на югах. Так это вообще будет самое оно. Но зимой же, в плохую погоду, можно это все закрыть. Также есть у нас очень удобная ручка для переноски. Переносить будет очень удобно. И маленький еще дополнительный козыречек. Так, что касается самого козырька, его регулировки. Здесь есть положение или опущено, или поднято. Здесь нет промежуточных положений. В комплекте мы найдем с вами еще вот такую вот накидочку, закрывающую все это сверху. Ребенка имеется в виду. Тоже плотненькая, нормальная. Так, что касается внутреннего убранства люльки, давайте посмотрим повнимательнее. Вот, собственно, люлька внутри. Как я вам и говорил, она действительно глубокая, длинная, широкая. Соответственно, нормально. Есть вот такие вот ремешки для фиксации ребенка, чтобы он у вас не перевернулся, пока вы не видите еще что-то. В общем, вещь полезная. Не нужно, не пользуйтесь. Все, естественно, здесь с материалом обито приятным. Сам матрасик, он тоже достаточно плотненький, толстенький. Такой, знаете, не мягкий, не жесткий. Прямо то, что надо. Так, само основание здесь, оно пластиковое и с отверстиями. Сейчас, по-моему, были отверстия. Да, есть отверстия для вентиляции. Поэтому преть ребенок летом не будет. Собственно, вот что касается внутреннего убранства люльки. Так, собственно, посмотрели, что она из себя представляет. Добавить мне уже здесь больше нечего. Мое короткое мнение, как я вам обещал. Люлька мне нравится. Вот по большому счету, какие могут быть требования к люльке? Она должна быть вместительная, большая, теплая, непродуваемая, с приятных тактильных материалов, с хорошим плотным матрасиком, с жестким и ровным дном. Здесь все это есть. Красиво выглядит. Ну, я, на мой личный взгляд, на вкус и цвет, как говорится, товарища, нет. Но мне лично нравится люлька симпатичная. Поэтому теперь у нас появилась возможность Quad X сделать коляской два в одном. Поэтому это прекрасная возможность. Раньше было, вот человек хочет такую прогулку, но пока ребенок новорожденный, нужно было купить какую-то другую люльку, катать в ней, продавать. Потом только у вас есть возможность купить Валка Бэйби, Quad X или Snap и там что угодно. Вот. А сейчас вам не нужно заморачиваться. Сразу купили люльку, откатали и у вас прекраснейшая прогулочная коляска. Через полгода буквально она уже вам понадобится. И у вас уже все готово, без лишних заморочек. Поэтому я считаю вещь полезная. И если ищете два в одном и любите ли вы Валка Бэйби, то сам доктор прописал. Вот, собственно, вам мое мнение. Если это видео вам вообще было полезно, интересно, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на канал. Это помогает мне делать для вас больше качественных обзоров. И в заключение хочу поблагодарить, кстати, магазин «Первая коляска» за то, что предоставили на обзор нам люльку и саму коляску Quad X. И хочу вам пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. И всего доброго. Продолжение следует...